кстати мусор здесь разделенный так что знаете об этом всем доброе утро в общем чувствую себя что-то сегодня хреново не бежал и сегодня не бегал проснулся очень тут шея болит очень болит такое ощущение как как будто простудил я где-то просказила состояние очень хреновая хоть и проснулся в 5 часов но но поработал то есть было время поработать но не бегал что совсем совсем себя плохо чувствую так что не знаю может чуть позже сбегаю может в обед побегу попробую хотя хотя это вряд ли что день только начинается мне уже плохо очень холодно у нас похолодало температура градусов 18 наверно сейчас ветер дождь ночью был ну такой климат здесь я об этом уже говорил что зимой здесь снега нет практически средняя температура где-то минус 7 но и лето оно не жаркое увы много дождей много одну много влаги вообще для тех кто хочет переезжать и кто хочет солнце тепло скорее всего вам этот климат не подойдет ну а для тех кто любит прохладу влагу дождевую погоду лондонскую ну это самый раз я люблю такую но не очень люблю когда холодно заканчиваем уборку квартиры к сдаче сейчас последнее последнее убирание последняя чистка там диванов и прочей мебели потому что нам нужно сдать квартиру в том состоянии в котором мы ее получили иначе нам могут не отдать задаток в польше это называется кауция то есть это это задаток за последний месяц когда вы вселяетесь вы платите за первый месяц и за последний но от кауция на либо может быть в сумме одного месяца за квартиру либо больше либо меньше то есть можно договориться также кауция может быть разделено разделена на части так что всегда знаете об этом можно все так договориться если вдруг у вас денег не хватает на задаток вы можете попросить вам разделить эту кауцию на два раза кстати хотел даже для себя напоследок заснять подъезд который мы жили дом который мы жили вообще он очень чистый убираю здесь каждый день давайте пешком пройдусь покажу убирают каждый день моют полы каждый год делается ремонт в подъезде в польше нету стандартного первого этажа первый этаж это но нулевой если здесь первый этаж это уже второй этот дом пятиэтажный это дом пятиэтажный но несмотря на это здесь есть лифт причем лифтом он и хороший большой объемный вы кстати видите в прошлых прошлых видео но так на окна большие здесь можно спокойно оставлять коляски вот так вот у нас аня когда маленькая была у нас здесь стояла коляска причем и зимой и летом и ночью и утром без проблем его не ее никто не заберет никто не украдет по одной простой причине что весь дом уставлен камерами наблюдения так что воровства здесь нет ну по крайней мере мы его не заметили здесь можно спокойно все оставить возле двери и ничего не пропадет кстати мусор здесь разделенный так что знаете об этом очень классно вот эти контейнера это помощь туда можно одежду обувь все что угодно то сюда сюда можно вещи не нужно выбрасывать что мы иногда и делаем но это контейнеры для бумаги для стекла для цветного стекла белого стекла то есть очень классно очень удобно что все разделено это конечно поначалу приводит в недоумение что нужно разделять когда выкидываете мусор нужно все его делить разделять то есть стекло отдельно цветное отдельно белое отдельно бумага 1 а пластик отдельно ну ничего я потом привыкаешь представляете 16 градусов сегодня холодно даже дел кофту котов которой бегаю вот что хотел хотел рассказать хотел сегодня рассказать про детский садик в общем как мы туда попали и сколько это стоит смотрите как мы попали мы приехали сюда жили ребенок ходил в украинскую украинский садик приехали сюда и начали подыскивать садик мы почтом ящике нашли объявленица маленькая такая рекламка поехали еще польский плохо знали у меня был секретарь личный помощник здесь полячка со знанием русского языка вот мы с ней поехали она как бы переводчиком было пообщались с директором понравился там садик очень классный в лесу находится прям природа обалденная запахи классная нам очень понравилось и еще понравилось то что стоимость тогда садика но она сейчас так осталось было 650 злотых на одного ребенка но нам сразу сказал директора ну так как мы садик новый был и мы одни из первых туда пришли нам повезло и нам сказали что мы можем платить половину то есть вторую часть за нас будет оплачивать этом виде дотаций евросоюз ну я об этом по моему же каком-то видео рассказываю то есть и мы платим половину платили половину что еще сейчас пошел второй ребенок и получается мы платим два по цене одного в общем мы сейчас платим 600 злот чуть больше 600 злотых там питание у нас поднялось а кстати что касается питания у нас садики исключительно органическое питание у нас все с натуральных продуктов у нас чеи натуральные там очень очень много всего салаты первое второе там бутерброды фрукты то есть очень разнообразно то есть питание здесь классные почему частный садик не знаю мы приехали мы как-то не искали государственный мы пообщались с знакомыми не сказали в государственный очередь большая и нужно занимать в очередь задолго и мы пошли в частный в принципе деньги позволяют почему бы нет и частный садик это и частный садик государственный государство ничего не скажу за государственный плохого хорошего я просто не знаю как там и нет у меня знакомых которые туда ходят все наши знакомые ходят почему-то частные садики даже была забавная история когда мы только начали ходить осень по моему такое время было мы стояли с ребенком на остановке и так как вокруг лес много растительности и много диких много диких животных здесь кабаны там косули то есть выходила косуля 1 2 такие маленькие молодые косули выходили прям представьте на остановку выходили косули на старом адресе когда мы жили гуляли видели диких кабанов с маленькими поросенками то есть очень классно лисиц много я допустим позавчера был на пробежке видел лисицу белок в лесу много то есть вот можете себе представить настолько хорошая здесь природа условия жизни что животные выходят на трассу на улицу здесь гуляют именно рядом вместе с людьми то есть кстати если что-то еще хотите узнать интересного напишите в комментариях под видео что чтобы вам хотелось еще узнать возможно какой-то вопрос который я еще не осветил или прям но у вас интересует какой-то конкретный вопрос напишите я узнаю или собственно опыта расскажу или для вас это узнаю и тоже сделаю это видео так что вот и все на этой такой тоже оптимистической ноте оптимистической ноте хочу закончить сегодняшний день и он был очень продуктивный всем хорошего вечера всем пока